Привет друзья, ставьте лайки, обязательно пишите свое мнение в комментариях, а теперь поехали. Киноманы говорят, если в кино снимается Шалаева, значит оно точно не попсовое. Режиссеры дважды писали сценарий специально под нее. Будущая звезда родилась в Москве, в семье инженеров-конструкторов. Однако во время перестройки мама занялась бизнесом. В ее семье было двое знаменитостей. Дедушка, настоящая звезда советского военного кораблестроения и двоюродный дедушка, знаменитый мхатовский актер Алексей Грибов. Шалаева поступила во ВГИК и в тот же год отправилась в Париж. В самолете девушка познакомилась с Сергеем Ткачевым, которого вид необычной девушки так вдохновил, что тот специально для нее написал сценарий фильма, который так и назвал «Маша». В кино героиня сбегала, конечно, в Париж. Это была первая серьезная работа актрисы. На съемочной площадке юная актриса познакомилась со своим первым мужем, актером Дмитрием Шевченко. В кино он играл ее папу и по возрасту вполне подходил на эту роль и в жизни. Однако между актерами вспыхнула страсть. Скоро влюбленные поженились и даже решили завести ребенка. Однако маленького Нестора Маша родила уже в разводе. В интервью она признается, что сын получился веселым, рыжим и дерзким. Он общается с папой и даже предупрежден, что отношения между мамой и папой его никак не касаются. Это совершенно нормально – любить и папу, и маму. Даже если они в разводе. Следующая же картина «Русалка» по мотивам знаменитой сказки сделала из нее настоящую звезду. Кино даже номинировали на Оскар. Всего оно собрало порядка десяти наград, одну из которых за лучшую женскую роль на кинотавре забрала Маша. К тому времени Шалаеву уже отчислили из ВГИКа. Актриса в своем интервью расскажет, что педагоги тогда правильно сделали. Она и правда прогуливала занятия без особой на то причины. Не училась и как будто бунтовала против системы. В итоге пришлось уйти, едва закончив второй курс. Зато, потерпев фиаско уже на следующий год, Шалаева была на коне со своей «Русалкой». Снявшись в этом фильме, актриса была уверена, что вот сейчас ей станут поступать самые интересные предложения. Однако следующие пять лет в карьере было настоящее затишье. Актриса оказалась слишком непростой, фактурной, с оголенным нервом, обнаженной душой. В нашем кинематографе для такого таланта слишком мало материала. Зато в это время Маша устраивала личную жизнь. Она рассказывает, что вовсе не хотела выходить замуж во второй раз. Но ее подруга, хорошо знавшая актрису, решила выступить в роли свахи и познакомить Шалаеву с композитором и музыкантом, выходцем из знаменитой семьи художников, Лубениковых-Глебовых, Иваном Лубениковым. Сначала Ваня Маше не понравился, они даже повздорили. Но подруга чувствовала, что между этими необычными, не такими, как все людьми, обязательно должна пробежать искры. Она назначила им свидание еще раз. Познакомившись поближе и в более тесной обстановке, Маша и Ваня действительно нашли друг друга привлекательными. Чувства нарастали, влюбленные поженились. А когда Шалаева столкнулась с затишьем в карьере, приняли решение, что именно сейчас нужно заводить второго ребенка. У супругов родилась дочь Евдокия. В интервью Маша рассказывает, что это был желанный ребенок, причем она мечтала именно о девочке. И небеса ее услышали. Ребенка актриса назовет антикризисным. После ее рождения Шалаевой снова стала вести с хорошими ролями. А в 2016 году она даже побывала на кинотавре в качестве члена жюри. В последней роли Мария снова сыграла астрохарактерную роль одной из главных героинь кинофильма «Любовницы», премьера которой прошла в этом году.